И уже сегодня с руководителями районов и служб, которые отвечают за пожарную безопасность, чрезвычайное совещание провел губернатор области Борис Петров. Чтобы не допустить опасных ситуаций на территории региона, все они переведены в особый режим работы. Помогать пожарным будут милиция, военные и даже сотрудники СБУ. Областной оперативный штаб возглавит председатель облгосадминистрации Борис Петров. Жара в 40 градусов превратила страну в пороховую бочку. Чтобы не произошло взрыва, приходится принимать чрезвычайные меры. Чиновников отзывают из отпусков, оперативные службы переводятся в особый режим работы. В области создан штаб, который будет координировать действия власти и силовиков по недопущению пожаров. Возглавил областной оперативный штаб губернатор Борис Петров. Отозваны все руководители районных администраций. Они принимают решения по своим заместителям, кто им нужен. Все круглосуточно должны заниматься этим вопросом. Мы не должны допустить, тем более в Запорожской области у нас нет оснований, чтобы нас вспоминали в сводках. Пока пожары, которые возникают на территории Запорожской области, удается быстро локализировать и не допускать их распространения. По сравнению с прошлым годом, в регионе выгорело лесов почти в два раза меньше, чем в прошлом году, говорит начальник областного управления МЧС Алексей Лепский. Однако это не повод для бездействия. И сегодня, по его словам, спасатели готовы работать в усиленном режиме. Во всех подразделениях проведено уточнение совместных планов привлечения сил и средств для ликвидации пожаров. Техника проведена. Готовность, личный состав в случае необходимости готов перейти на усиленный двухсменный вариант несения службы. В помощь спасателям будут предоставлены и силы МВД. Усиленно патрулироваться будет остров Хортица. Будет задействовано подразделение Беркут на острове Хортица, наше кавалерийское подразделение, которое здесь расстояние на острове Хортица. И кроме этого, будет задействовано 30 человек личного состава воинской части, 30, 29 и пар. На время особой пожарной опасности в области запрещен въезд в леса. Представители лесного хозяйства настаивают на том, чтобы запретить даже остановки на дорогах, прилегающих к угодиям. Мы хотим обратиться к органам внутренних дел, для того, чтобы они помогли нам запретить остановки возле лесных массивов, где лесные массивы выходят на проезжие дороги. Чтобы не допустить пожаров, на время приостанавливаются любые учения военных, запрещается охота и вводится запрет на продажу и использование пиротехнических изделий. Всех запорожцев и власть, и спасатели просят быть предельно внимательными и воздержаться в ближайшее время от пикников и выездов на природу. Продолжение следует...